всем привет друзья с вами ммабетс в очередной раз сегодня мы собрались чтобы обсудить турнир юси грядущий на этой неделе который пройдет в бразилии меня зовут роман я отвечаю за бесплатный контент в паблике мама бетс со мной сегодня арсений который также выкладывает свои бесплатные ставки привет вот турнир в принципе как бы не сказать что какой-то особо рядовой турнир бразилии потому что на самом деле карт вполне себе неплохой топовые достаточно бойцы известные имена возвращение мачиды как бы ну по сути турнир интересный должен получиться бразильские звезды тут достаточно много ну сразу то тогда давай приступим наверно первому бою это у нас тяжеловесы карт открывает марселла голм местный боец бразильский против разнорабочего издаем марселла ну с виду да против крестьяна коломбо вот значит крестьян коломбо провел в юси 2 боя на данный момент в первом бою у него была ничья да у него была ничья против джарис его же уволили потом до этого и дам по моему да по моему его потом уволили воли у него лучше кардио дивизион был ну на на данный момент после того боя до данка так и не уступал еще вот и как бы ну потому ну тот бой на самом деле конечно был такой достаточно такой потный плотный поначалу казалось коломбо как бы проиграл но потом он мобилизовался и там сдох потом да да он сильно устал а коломбо как бы на одном и на одном уровне скажем кардио не на особо ком-то да супер активном но постоянно шел наступал какие-то удары пробивал короче постоянно постоянно чё-то делал и вот ему удалось ну немножко вначале проигрывая ему удалось вытянуть на ничью ну вот да там типа даже о речи победе данных речь не шла об этом нет нет там либо ничья и один подал победу коломбо да здесь в принципе даже если бы коломбо там с плитом отдали ну это это заслуженно было бы на самом деле потому будет вот но как бы проблемы с кардио у него уже вскрылась не с кардио с партером у него уже там вскрылись то есть данхо его периодически удерживал переводил и эти проблемы очень сильно стали видны конечно же в следующем бою против луиса энрике ну коломбо конечно там показал ну как бы я не знаю даже помягче сказать сказать то что он ничего не показал это его похвалить то это вообще это очень плохо было его выступление тогда с базовым борцом встретил да на самом деле тогда он дефенса вообще там просто минусовой показатель энрике ну переводил вот как хотел вообще не испытывал проблем просто перевел из ну спокойно переводил контролировал ну соответственно все это вылилось в третьем раунде в сабмишин да если бы хинрике сам получше был бы он бы в первом чем досрочном на самом деле не я я думаю что да ну как бы коломбо такой соперник который по идее можно проходить если ты в борьбе немножко понимаешь вот со мной естественно как бы здесь мы задаемся вопросом голом вообще что в борьбе понимает или не понимает я посмотрел его бои не все конечно у него всего пять как бы не так и много в первую очередь конечно вот просто мы до штаба вот же открываем мы смотрим на его соперников естественно друзья обязательно этот момент учитывайте то что у него не было даже ни одного соперника с положительным рекордом то есть не говоря уж там о бойце ну уровня юси даже просто кого-то середняка у него не было то есть там бойцы крайне все слабые 3 промоушен как бы мистер кейдж странный конечно и я кстати первый раз увижу промоушен я комбот такие местные бразильские да ну единственное васпере вот у него два боя сорвалось это хочешь хоть какой-то с именем промоушен но там он так и не смог выступить и еще стоит заметить что вот крайний соперник отрицательный рекорд 1 2 до этого соперника 0 2 рекорд а вот эти которые дебютанты они либо после боя с голом не выступали вообще либо тоже короче ну проигрывали после этого у него кстати сорвался будет самиром аликбари вот это был бы интересно на самом деле ну хорошо как бы для него что он сорвался это это сто процентов вот эти бой в карьере такой лучше не надо и ну то есть тут конечно можно посмотреть до 5-0 все пять нокаутом причем очень как бы быстро он это достигает все эти победы у него в первом раунде но я конечно глянул там с ну не особо скилловый на самом деле парень такой я даже не знаю как бы ну средненький тяж бразильский идет вперед там что пробивает периодически может переводить вот так сейчас вот допустим с данилу с первой вот я посмотрел его бой там он перевод совершил ну и принципе было видно как он себя в парт ревел что как бы ну борьбе немножко он понимает немножко бороться конечно умеет вот и здесь конечно вопрос стоит сможет ли он или нет свои именно борцовские качества с коломбо проявить потому что ну коломбо показал что челюсть у него прям крепкая по крайней мере мне так показалось он очень много по ней пропускал но как бы не думал даже падать и ну мне кажется по идее здесь марсел голл должен в партере искать свою победу если как бы ну у него три тренера вообще ну готовили какой-то геймплан так что я даже не знаю как бы кому здесь одной стороны достаточно слабый боец но выступающий на высоком скажем относительно уровне ну с другой стороны как бы проспект бившие просто не вообще непонятно кого чё думаешь ну да я тоже думаю как бы ну естественно там склоняться ближе марселу голму молодой сильный дома выступающий боец коломбо я бы не сказал что удар сильно есть он неплохо работает в стойке да как как покажет себя голым с ним в стойке неизвестно но зато у голма есть такой как бы пузырь в рукаве это борьба как бы грэплинг то есть не получил из стойки перевел грэплинг но опять же получится у него сделать это ну а откровенно говоря коломбо это боец которая скорее всего если проиграет этот бой будет уволен ну да вероятно с девять процентов вот и ему дали просто соперника вот пройди и посмотрим что умеешь дальше вот ну я думаю это естественно бой проходной но по факту чего он покажет как бы неизвестно естественно там дрался какой-нибудь там айкомбате да перешел в ufc и тебе сказали о капельнице нельзя ты такой да вы что мне говорили что можно как бы чем покажет как сгонит вес так далее принципе тяжи вся в тяжах не так трудно вес согнать ну посмотрим здоровый молодой парень против несколько скилова бойца как бы он стойки неплохо работать коломбо пол по факту должен быть побыстрее как бы и нарезать еще борьбу поэтому посмотрим конечно отдаем припочтение более молодому бойцу который еще тем более дерется дома плотно бьет неплохо борется посмотрим ну вот смотри так голму 25 сейчас так что там коломбо получает 37 уже лет голом ну и я здесь вот профайле на юси читаю то есть он пишет что джиу-джитсу 17 лет тренирует и выиграл там несколько турниров по белым весам джиу-джитсу ну и вообще как бы пишет то есть что он тренит и борьба и джиу-джитсу есть как бы ну и единственное что как бы вот такой еще у меня вопрос как думаешь вот такой вариант есть то что голом который никогда не пересекала ты на отметку первого раунда то есть тоже как-то вымахается жестко устанет ну и повторится сдан хубой коломбо просто затем переработает его в оставшиеся раунды ему хоть и 37 как бы но вполне возможно у коломбо кардио есть делается в том что у него нету борьбы вот именно борьбы там когда-то джиу-джитс стойки там работать неплохо скорее всего как бы голом конечно выйдет и закончится как по факту получится как бы это естественно неизвестно ну мы его не видели вообще в отметке как-нибудь то правильно сказал что мы не видели его на протяжении даже двух раундов поэтому там будет неизвестно по факту конечно он должен быть улучшен и в борьбе и в стойке но опять же дали проходного бойца как бы если он его не пройдет ну о чем речь все дальше как сложится то другом победит я думаю ну должен как бы тем более бой вразилии а не в неваде ну то есть там как бы более-менее я так понимаю нисходительное отношение там тем же капельниц ну да закроют есть что глаза вот так ну или просто смотри коэффициенты то у нас какие 1 1 6 1 59 и на коломбо 25 стал бы я брать его даже не знаю но если только какой-то попал на такой ну фан пресс такой километровый так зайдет такая я говорил типа такого но по поводу тоталов то есть ты думаешь что ну в первом закончится я даже не сказал то есть а вдруг там не сможет дал до срочи будет валять его и не сможет его даже сабнуть а кардио у него окажется средняя коломбо сам подсдохнет и будет до решения тянуть мне вообще не нравится сейчас и ставка то то меньше полутора за 16 ну не то что она не пройдет а просто на как бы ну просто по делу кэфф да ничего такого особенно понятно от себя скажу что посмотрю на взвешивание их и как бы посмотрю что голом покажет что коломбо как они будут себя вести там друг напротив друга но вообще голома я как бы по-любому забирать не буду это это стопудово да парнишка придется без нулевым кардио так условно конечно говорим такую воображаемая такая ситуация что приходит вымахивается в первом раунде коломбо не падает и все а второму не может перевести но как бы были такие ситуации поэтому забирать его ну подытоживая короче говоря как бы мы рекомендуем пропускать этот бой оба поставкам вот и просто идти дальше ну кэффе естественно расставлены по делу то есть тут нет жира не в коломбо как я считаю не в голом да да нет пойдем дальше там поинтереснее да следующий бой это дейлсон фигуэрэда на на топол джи дейлсон алькантра ну просто если что чтобы люди как бы это не подумали что это разные бойцы против джареда брукса он с братьями выйдет на ну на самом деле за два бойца выйдет так джаред брукс 13-0 как бы да не битые так сказать красава там топит извини меня дрался вахмате как бы здесь что надо еще надо что-то говорить что ли он вообще-то вахмат приехал и победил так что все вот и напротив него алькантра у которого они 12 не 13-0 а 12-0 то есть как бы по сути тоже боец за которого как бы притопить пока он не проиграл можно вот в прошлом бою алькантра напомню победил билтрана вот и причем ну так достаточно хорошо короче если я не ошибаюсь в конце второго раунда он жестко попал по билтрану вот да то начали станции прям прям жестко попал там просто билтран станцевал и раунд закончился и на следующий раунд билтран не вышел все как бы было все закончено вот а так по течению боя алькантра по если я не ошибаюсь билтрана там в этот в гильотину брал очень плотную вот но бильтрану там удалось вылезти до юси я помню просматривал его бои ну по моему мнению как бы ну реально далеко не самый скилловый боец на самом деле то есть там были моменты что его перебивали в боях причем у него далеко как бы соперники тут не какие-то топчики там даже особые ну как бы имен то вообще нету на самом деле вот не были моменты что просто он бой проигрывал его перебивали но он потом после проигранных раундов умело возвращался и ну заканчивал бой досрочно вот и как бы ну про него в принципе все а про брукса чем можно сказать что как бы с шелтоном у него ну не самый выразительный бой на самом деле получился вот мягко говоря же еще как бы думаешь по бою вообще там пока по интернету ну смысле по интернетом так сказать такая мысль ходишься там вообще поучить божество бою шелтона и боксы ну вполне возможно там же сайта авторитетные там выкладывают свои как бы эти мнения там вот всего двое согласились победы брукса в общем-то я думаю брукс победил по делу но он показал очень плохое выступление ну тут конечно сказать что шелтон сам просто как бы отличный боец нет не как бы так считаю тоже с борьбой тоже как бы со стойкой хороший не ну шелтон нормально он реально неплохой боец вот если вот брукса как бы разбирать то это первую очередь физически сильный борец который по габаритам достаточно маленький стойкий он кстати тоже очень неплохо работает но и скорость у него есть даже ноги то есть он может вертушки бить может его кики бить и работать как бы и этот лежаться быстро вот давился на алькантара как бы ну я помню когда просматривал бои его перед билтраном мне он не особо понравился поэтому этот бой пропускал но именно в бою с билтраном он показался очень хорошо вот опять же надо сказать что он в джиу-джитсу хорошо разбирается тейкдаун делать неплохо сильный панч имеет неплохую технику на руках имеет по факту как бы ну понятно что будет делать брукс как бы это ну не секрет не для кого будет бороться мы что и во всех боевых то есть переводить в партер залеживать сетки и так далее попытки какие-то на сабы выйти так далее но я думаю дэвилсон ему доставит ну кучу проблем как бы я думаю вообще что дэвилсон может этот бой закончить достаточно я думаю так именно из-за такого момента что дэвилсон сам в борьбе разбирается достаточно хорошо и он я считаю что дэвилсон под силам заблокировать и уйти от тейкдаунов брукса и напихать ему в стойке с рук с ног и так далее ну с рук с локтей напихать ему в голову до того момента пока он не скажет хватит но я думаю так будет но естественно был свои 2 говорит по делу как бы ну нужно тоже понимать что на брукса какие коэффициенты давали тоже с тем же шелтоном там давали 1 и 6 до по моему 17 давали с этим с яном маколом естественно что на бой с фигуэрды на него дадут 1 и 1 и 5 этом как бы коэффициент абсолютно ну логичный по делу ну как сложится бой я вот думаю что как бы у дэвилсон здесь есть преимущество определенное как как сложится непонятно ну как бы неизвестно еще рукс естественно физически сильный борец отлично работает и стойки как бы и и не глупый парень вообще в принципе но я думаю что фигуэрда здесь лично для меня предпочтительнее смотрится ну вот если честно как бы я принципе тоже здесь чисто для себя решил что алькантру рассмотрю но опять же естественно после взвешивания потому что как бы помимо того что у него на у него на самом деле нормальные скиллы как бы как как оказалось плюс он будет крупнее брукса немножко длиннее ну там не на много ну да на 5 сантиметров выше но в любом случае это как бы уже что-то плюс его скиллы джиу-джитсу у него они нормальные поэтому я с тобой согласен с тем что он принципе может даже досрочно закончить как бы на у него и гильотину там вообще отработанная на самом деле ну ну как бы я не знаю если честно брукса брать за 156 против как бы такого опасного бойца мне кажется наверное не стоит просто вот да я сейчас тоже смотрю да на на западных 2 и 7 что-то меньше двух с половиной ну да только там смысле там же 2 2 2 с половиной ровно раунда ну и на паре матча 2 и 3 за неполный бой ну вот на самом деле как бы над этой ставкой мне кажется стоит подумать как бы ну учитывая все учитывая самого алькантру даже допустим ну его послужной список как бы парень-то финишер на самом деле у него вот просто в карьере всего один бой дошел до решения поэтому ну по моему мнению тм к здесь смотрится весьма не перспективно да ну конечно там непонятно что там по кардио фигуэр и так далее там в бразилии драться там одно там смысле в таких промоушенах трассов и все это конечно совсем другое но как бы вот по по стилям расписали ну да принципе раунда и и и и и